Добрый день! Рад приветствовать всех на выставке финансовый супермаркет. Так, не видно обратной реакции, потому что прожектор в глаза бьет. Еще раз приветствую вас на выставке финансовый супермаркет. Спасибо организаторам, что нас собрали здесь. Я Сухов Дмитрий, выступлю с первым докладом. Он, я думаю, актуален для всех, и для меня в том числе. В какой валюте хранить сбережения? Есть идеи на этот счет? Какие-то уже... Или все пожимают плечами? В золоте. В жидкой никто не называет, и то хорошо. Ну давайте начнем. У меня будет достаточно небольшая презентация, и с учетом регламента того, что отведено всего порядка 30 минут, я не буду глубоко вдаваться в подробности. Основные выводы из своего, можно даже сказать, исследования, да, или анализа, может быть точнее, вам покажу обосную. Может быть кого-то удивлю, но результат будет достаточно объективным и точным с точки зрения фундаментальной оценки перспектив того, в какой действительно валюте нужно хранить сбережение, чему отдать предпочтение. Итак, в какой валюте хранить сбережение? Значит, из чего будет состоять мой доклад? Первое, мы затронем вопрос того, что есть два назначения по личным финансам, это валюта сбережения и валюта расчетов. Естественно, цели и задачи у каждой части личного бюджета, либо для сбережения, либо для расчетов разные. Дмитрий, можно чуть-чуть поближе карту? Поближе, да, так лучше. Все отлично. Первый момент. Второй, краткосрочные, долгосрочные прогнозы по валютному рынку я прокомментирую. Дальше будет список инвестиционных валют. Стран на карте много, намного больше сотни. У каждой практически есть своя валюта. За всеми не уследим, что им все не нужны. Поэтому мы чертим круг валют, которые действительно представляют интересы, в которые не страшно плаваться. После этого поговорим о стратегиях инвестиций, какие вообще подходы к оценке качества валют. Это очень важно. Ну и в конце будут рекомендации по валюте сбережения. То есть мы выделим 5-6 ключевых валют, в которых рекомендуется хранить свое сбережение. Итак, начнем. Личная валютная корзина. Во-первых, нужно понимать, что деньги и деньгам ввозь, если мы возьмем 100% своего финансового капитала, именно денежного, то рекомендуется разбивать на две части. Это многие, наверное, с этим знакомы, но я сделаю на этом акцент еще раз. Первое. Есть резервы. Так называемый страховой фонд, резервный фонд на неотложные нужды. Резервы всегда хранятся в локальной валюте. В той валюте, в которой вы тратите основные свои, производите основные свои расходы. И есть сбережение. Инвестиционный капитал, который хранится в резервной валюте. Не перепутайте. Резервы в локальной, сбережения в резервной. То есть, может быть, сначала покажется калабур, но это действительно так. Когда мы говорим о резервных валютах, то практика и вообще подходы к личной финансовой свободе и независимости, они говорят о том, что в каждой семье, в домохозяйстве, конечно же, зависит от того, насколько велики расходы у каждого человека. От трех до четырех месяцев должен быть, не прикасаясь в резерв, достаточный на текущие нужды. Почему? Потому что может случиться болезнь, увольнение, навознение, катастрофа. Какие есть идеи на этот счет? На самом деле, это прибор для определения паритета платежной способности национальной валюты, в том числе российского рубля. Как? Чизбург. Чизбург. Бигмак. 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 Берж. Аплодисменты. С обратной стороны очень большая табличка. Сколько там живых, белков, углеводов, насыщенных сахароков, клетчатки и так далее и так подобное. Выпускаются книжки, как это все хорошо и качественно готовится. Кстати, вот я вам дам, чтобы вы у нас встать качество. И не боялись есть. Да, чтобы не боялись есть, пожалуйста. Все, нам нужно чек показать. Ну, шутки шутками. А что такое на самом деле... Ну, Мак, значит, тот самый бутик-код. На фундаментальную тенденцию к укреплению. И это нужно признавать. Поэтому не бойтесь, если у кого-то сейчас деньги хранятся в рублях, да еще и на депозите в Сбербанке. А у вас в рублях хранятся, кстати? У вас? Лично у меня в рублях. И даже тоже в Сбербанке. Еще в УТП. Я не шучу. А как вы говорите? Ну, давайте я потом отвечу, когда сейчас мы все-таки коснемся презентации. Но здесь чего-то не хватает. Не хватает Китайской Народной Республики. Почему она не включена в этот рейтинг? Это потому, что китайский юраль, как заметили в начале презентации, это не свободно конвектированная валюта. А простая, она называется трейдер план.рум. А я, Судяй Дмитрий, эксперт по профильным инвестициям, генеральный директор компании Судный сервис. Буду вам полезен в вопросах управления активами, инвестиционного консультирования, а также обучения как базовой финансовой грамотности, так и более серьезного вопроса на инвестиции. Значит, информацию о мне и текущей аналитике, поверьте, можете найти на сайте План.рум. Все идет по плану у нас. А обучающую программу на сайте мастик.план.рум. На этом моя презентация подошла к концу. И сейчас, если еще вопросы какие-то остались, я хотел, чтобы все вопросы моей презентации были устранены, я на них отвечу. Спасибо, Дмитрий. Не знаю, организаторы, что мне махнуть, сколько времени еще осталось у нас? Никого нет? Дмитрий, на самом деле, все три минутки осталось. И я хочу пригласить гостей семинара, после того, как Дмитрий ответит на ваши вопросы, попроси на открытие выставки финансовой грамотности в соседний зал. Ну, давайте, может быть, кто-то стесняется, не стесняется. Запишите мои реквизиты, если кому-то нужно. Можете ко мне подойти, я дам визитку. Буду рад любым контактам. Спасибо за внимание. Берегите свои деньги, храните их в банке и еще в крайной валюте. Всего доброго. Успехов, коммунисты. Здравствуйте, товарищи видеокамеры. А вы меня узнали, что ли? Вы с трех метров меня узнаете или четырех? Вы зарегистрированы как Верников английскими буквами на смартфоне. Как как? Верников. А, нет. Ну, Верников, да. Хотя могли бы написать по-русски Андрей Верников по-человечески. А что, что-то у него критику наводит? Я не могу понять. Я пришел, так он приходит в настроении. А почему критика? Это конструктивное пожелание. Хорошо, хорошо. Я Сухову уже записал. Он рекомендует в рубль все деньги паковать. Андрей, если вы запишите Резвикова и Герчика, Лада будет вам очень благодарна. Какая Лада? Ну, Лада... Лада Дэнс? Ну, Лада из трейдерского сообщества. На смартлабе она как Лада. Ну, вот мне это не понравилось, потому что я реально, когда читал первый тон куррикулума, я вспомнил, как я учился в институте, готовил там высшую математику в сессии. То есть, у меня такое сразу отвращение появилось. Хотя реально вещь интересная. Ну, там же как-то, уже только на пятый, да, получается, от математики. Гавриленко выступает. А Бабич на вас пожаловался. Говорит, вы денег заработали. И на этом основании умотали куда отдыхать. Опять он говорит, вот я когда у него был, он опять денег заработал, скотина, и уехал отдыхать. Нет, я не уехал. Ну, так сказать, опять уедет. А, он думал, что я уеду. Да. Ну, да. Но, к счастью, я не успел. А кто самое интересное на смарт-лабе вы считаете? По-вашему? Или это некорректно, потому что вы хозяин ресурс? Смарт-лаб интересный. Самая вот такая сейчас вот жизнь, точка жизни. Здорово, братиш. Вот Серега Жуков отлично написал. Серега, вы самое интересное на смарт-лабе? Нет. Он не регулярный смарт-лаб. Я редкий человек. Привет. Привет. Какими судьбами? Наступать буду. Когда? В каком зале? В 12 часов. В каком зале? Не знаю, сейчас узнаем. О чем будешь говорить, Лект? Инвестиционная привлекательность России. Блин, а я в другом зале буду сидеть. В каком? Да черт его знает, Резвикова буду слушать. Ну, понятно. Но ты мне потом скажешь, о чем ты говорил? Скажу, расскажу, да, конечно. Все, давай. Давай, до встречи. До встречи. Прогреется. Прогреется. Так, у меня никаких презентаций нету. Вообще время 40 минут мало. За 40 минут, за 45 минут успею сказать только какие-то банальности. Вот. Поставайся даже рассказать быстрее, минут за 30. Чтобы потом еще на вопросы осталось время. Значит, тема у нас какая-то большая, да, по-моему, там. Тема у нас в принципе успешной торговли. Александр, чем ты будешь микрофон, как тобой лучше слышно? Вот так вот. Значит, в принципе успешной торговли, проблема, по-моему, которая возникает при следовании торговой стратегии, варианты их решения. По-моему, такая. То есть информация только для торгующих трейдов, а те, кто уже торгует, в принципе, они и так все знают. Наверное, им это ничего не нужно. Значит, вот что я. Доска нам понадобится. Вот смотрите. Особенность нашего бизнеса, трейдинга, те, кто торгует, знает, что обо всем мы всегда получаем информацию за одним числом. Вот если бы мы знали третьим числом те вещи, которые мы всегда знаем о заднем числом, например, знаем мы, возьмем, например, что в пятницу Сбербанк резко взлетел, влетел в Европу. Вот если бы мы знали, ответ на следующий вопрос. Первый. С каким инструментом работать? Сбербанк, в данном случае в нашем бизнесе, если бы я пишу просто, не в том нет. Второй вариант. Когда открыть позицию? Ну, скажем, открылись в пятницу с Гребом, поэтому лучше, чтобы его еще вообще в четверг вечером зайти. Да, вот если бы мы знали заранее. Третье. В каком направлении он вырос? Значит, плотно. Направление. Четвертое. Когда закрыть? Скажем, он на рост, рост до 18 часов, а потом отвернулся и пошел вниз к реке. Значит, когда закрыть? Вот, по сути, успешный трейдинг – это попытка найти ответы на эти четыре вопроса. Найдите ответы на эти четыре вопроса, ну и в общем-то жизнь ваша станет скучной, интересной, только, так сказать, останется, что следует торговой стратегии. Согласны? Или еще какие-то вопросы есть? Бывают. Объем позиций, смотрите. Ну, если мы точно знаем, точняк знаем, а у нас же все новички, дилетанты, неудачники, они всегда точняк знают, что все вырастет или все упадет, тогда на все сто процентов. Правильно? Я так, ну, если точно знаем, если в сто процентов ответов. Мы входим к меньшему объему просто потому, что не уверены, потому что у нас нет ответа на этот вопрос. А еще есть другие промежуточные вещи, скажем, если цена пошла в нужную сторону, стоит ли переносить стоп в зону безубыточности, стоит ли его как-то двигать дальше, стоит ли пирамидится, увеличивать позицию. Есть еще такие вопросы, но это уже, скажем так, тактика, стратегия. По сути, успешная стратегия – это попытка найти ответы на эти четыре вопроса. Я могу сказать, как я на эти вопросы себе отвечаю, ну, а, соответственно, проблемы, которые могут у вас быть в вашей торговле, это нарушение этих принципов, ответов на эти вопросы. Что мы можем сделать не так, имея четкую торговую стратегию? Мы можем. Либо, тут может быть всего пять ошибок. Надо понять, что нарушить, что-то сделать не так, вы можете всего облажаться, можете всего пяти вещам. Первое. Войти не так, не так, не в вашу точку входа. Вот, не в тот момент, когда откроют позицию, ты имеешь свою точку входа. А войти в какой-то другой момент или даже по другому инструменту. Причины этого часто бывают. Ну, либо азарт. Вы не можете долго сидеть без позиции, сидеть, ждать. Не можете дождаться до вашей точки входа. Либо на эмоциях, под воздействием от предыдущих сделок, неудачных, попытка отыграться. Либо, может быть, не знаю, у вас было большое количество каких-то пустых, нулевых, безубыточных делок, или даже убыточных, просто хочется, как-то, не знаю, размочистоваться, чтобы какая-то прибыль была. Некоторые трейдеры считают, что каждый день надо обязательно закрываться в плюс, вот войти уже хотя бы, чтобы вот, да, там, что-то отменить, какие-то убытки. Первое, что оно можно нарушить, войти, не там, не так, как по стратегии. Второе место, вторая проблема, которая может быть, наоборот, увидеть точку входа, не войти, боясь входов. Есть такая проблема, крайне редкая, но, в общем-то, бывает. Третий момент, третья проблема. Вы вошли, но все стало разворачиваться не так, как вы думали. Цена пошла совершенно не туда. Вот третья ошибка, которую вы сможете, это не закрыть убыточную сделку. Ошибка, которую вы можете допустить. Четвертый вопрос, когда закрыть позицию. На самом деле он состоит из двух вариантов. Когда закрыть, если все пошло не так, с каким убытком небольшим. И когда закрыть позицию, когда все пошло в другую сторону. Вот, в данном случае, пошло не так, вы не закрыли, пересидели в убыток. Третья, нет, это была третья, да, четвертая проблема. Цена пошла в вашу сторону, но вы не даете ей течь. Вы закрываете позицию раньше, чем та цель, ради которой вы захотели. Не давать прибыли течь. И пятая проблема. Цена дошла до цели. Не брать цель, не закрывать позицию. Чаще всего за этим стоит жадность. А вдруг еще нальет, да? А вдруг еще там 5 копеек, а вдруг еще там 5 пунктов. Как-то так. Всего 5 возможных ошибок. Ничего другого тут, по-моему, тоже не придумают. Согласны или нет? Или еще какие-то есть? По глазам везут, что не согласны, но продолжим согласны. Тогда, вы смотрите, как я отвечаю на эти вопросы себе. Смотрите, первый вопрос, как ответить на вопрос, каким инструментом работать. Нам понять, что вообще мы все спекулянты. Нам, в принципе, все равно, что покупать, что продавать. Наша цель – заработать деньги, а инструмент – актив. Для нас, ну, как бы встали степени. Но, все-таки не совсем все равно. Да, кстати, кто-то думает, возможно, что они не спекулянты и инвесторы. Да, и поэтому имеют какое-то значение. Но, на самом деле, между этими понятиями крайне маленькая разница. Вы можете посмотреть словарь, например, посмотреть, кто такой инвестор. Человек, который рискует своим деньгами, чтобы заработать еще больше денег, да, вкладывать свои деньги во что-то. Спекулянт полностью подпадает под понятие инвестор. Есть более широкое понятие инвестор, да, а есть более узкое понятие спекулянта. Спекулянт заработает на радиационной покупке и продаже активов. Так вот, любой спекулянт, по сути, является инвестором, просто это такое. Можно быть, скажем, спекулянтом, можно быть инвестором, но не быть спекулянтом. Например, вы купили квартиру не с целью перепродать, а с целью перепродать дороже, да, вы спекулянт. А можно купить квартиру, чтобы ее сдавать, сдавать в аренду. Вы будете райтье, вы будете инвестор, но в данном случае не спекулянт, а вы будете райтье. Вот, поэтому все спекулянты являются инвесторами поопределить. Даже у нас есть конкурс, какой он называется, лучший частный инвестор. Не лучший частный спекулянт, а заболись матерой спекулянтой, а называется лучший частный инвестор. или у нас понятие есть квалифицированный инвестор который может работать с полученными плечами и так далее это точно инструмент спекулянт но в то же время те кто считает себя инвестор нет ни фигни занимаюсь если я там надолго смотрите за счет чего хорошо вкладывать надолго за счет чего собираетесь получить свою прибыль все равно за счет того за счет разницы цены между покупки и продаж купить сейчас подать через 5 10 25 лет просто очень вероятности большие если вы работаете вон что за 10 20 30 лет рынке отрастут а так точно также зарабатываете за счет разницы между собой покупки и продажи активы а еще будут дивиденды мочу спекулянт не может на дивиденды попасть тоже может попасть спекулянт который там будет не внутри меня или скажет или скажет эту цель ничего входит на дивиденды входит на нет цель сама другая заработать деньги поэтому практически все те кто отрицает что спекулянты на самом деле является нет нет мы инвестор на самом деле тоже является спекулянта разница между собой покупки и продажи а еще знаете заранее определимся с понятия еще иногда говорят у нас игроки то чем мы занимаемся игра называют игровой игроки я раньше как-то от этого понятия старался абстрагироваться а потом понял ничего такого страшного там нету с точки зрения математики всегда с точки потому что будущее неизвестно кто еще не понял на фонду торгую на фонду в рынке будущее непредсказуемо не создан таким что будущее непредсказуемо речь идет только на вероятности того или иного события мы делаем ставки на вероятности соответственно то есть видите слова на ставке это называется игрой просто есть нормальные игроки а есть это те которые не контролируют свои риски которая цена пошла против они сидят пересиживаться на пошла в нужную сторону тоже на эмоции закрывает например раньше не дает при полететь вот неплохо игроком может быть азартным игроком и вот знаете вот те которые уверяют что они тут я инвестор я в другую купил да держу там 5-7-10 лет пересиживают убытки то есть никак не контролировать свои риски утешает себя что не будешь в случае что за 25 лет рынке не достали на первых это достаточно длительный срок может быть на этот раз всегда всегда все может быть по другому вот поэтому те которые пересиживают убытки не закрывают удачной позиции являются на мой взгляд самыми что именно есть остатными игроками но сейчас не об этом сейчас о том что всем спекулянты какой-то момент на выбрать в принципе деньги заработаны на газ по вами на руку или на спелбанке на валюте на аппликации точно такие же деньги как заработанные скажем на фьючерсе на индекс ртс я лично для себя ответил такой вопрос меня интересует именно деньги мне плевать но он всего лишь средства достижения цели но совсем так один из моих принципов хотите быть успешным в любом деле чем бы вы не занимались всегда вам нужны самые лучшие инструменты для любого занятия чем вы не занимались хотите стать я не знаю например сам крутым автогонщиком в мире вам нужна хорошая машина на запорожском жигулях вы точно никогда не короне это самое не обгоните шумайфер не сделать вот поэтому инструменты должны быть лучше и какие самые лучшие инструменты для спекулянта с одной стороны все равно чем торговать акции фьючерсы валюта шмотками можно стоять там торговать на базаре или оружие наркотики все сгодится оружие наркотики незаконно за можно сесть поэтому инструменты первые должны законы 2 удобные на работе дело стоять на базаре торговая там чем-то перепродавая да и в дождь и вновь другое дело лежа на диване возле камина на покойный сигару выпиваю виски на это требует неприятно поглядывать не смог совершать именно интернет трейдинг удобно сделки можно совершать из любого места где вы не сходили из из того что у нас остается акции валюта фьючерсы инструмент должен быть гибкий добрый в работе самое главное должен быть инструмент с минимальными истежками то есть минимальной комиссии и максимальной ликвидностью потому что чем выше ликвидности тоже меньше наши истежки потери на спрэдах на проскальзывать особенно если вы торгуете но ни одним к таракам не очень маленьким объемом не горят почему практически невозможно работать в короткую позицию крайне 100 плюс огромные комиссии сожалению вот время мало так что я подключил компьютер может потом покажу показал потом вы как разный сначала торговая стратегия без комиссии вообще вниз а придет результат классный потом например будем комиссию на фьючерс я плачу результат уменьшается ну неприятно жить можно потом ввожу комиссию на акциях которые кажется тоже не очень большая напрочь убивается результат во многих случаях или по крайней мере сильно снижается по одному инструменту там где получалось за несколько лет тридцать тысяч процентов но это было за 10 с учетом сложного процента риквидализации 30 в случае с бесконечно случае с комиссией с учетом снижалось на 28 тысяч процентов стал комиссиональный снижался до трех тысяч процентов то есть на порядок ниже комиссии получается поэтому акции мне не годятся а самое главное сложно работать в короткую позицию а чем не интересен почему мне неинтересно валюта валюте нету длинных таких хороших устойчивых трендов которые люблю это первое чем неинтересно валюта смотрите на фондовом рынке у нас есть смещение такой небольшой фондовый рынок в принципе все направлен вверх но растет медленно и долго а падает быстро и весело поэтому профессионалы конечно считает больше короткие позиции деньги зарабатываются быстрее веселее больше вспомните всех величайших ближайших спекулянтов джейсер-ли-мон-канел да известно тем что заработал свой основной капитал заработал именно на падении американского рынка 20 лет можно много других примеров привести вот на валюте такого освещения нет там в принципе скорости роста скорость падения может быть одинаково самое главное что валюты пары посмотришь наоборот да и приятного по отношению к рублю растет растет может быть там быстро точно такой же грех на баллы по отношению к другу точно так же быстро потом тенденция изменилась на что-то наоборот пошло на фондовом рынке у нас есть четкое такое смещение то что падаем быстрее и веселее особенность такая приятная особенность нашего бизнеса чем не нравится заниматься когда все все хорошо в обычном бизнесе люди ходят на работу зарплаты растут бизнесмена зарабатывать заработать зарабатывать деньги пенсионеры студенты получают пенсии и стипендии во время они тоже повышаются спекулянтом нам в этот момент тоже хорошо но когда все становится плохо когда людям не повышает зарплату а то еще и сокращают кризис как 2008 год когда пенсии стипендии начинают задерживать когда без бизнесмена теряет деньги когда инвесторы теряете гранат полу спекулянта в этот момент еще лучше то есть деньги зарабатываться быстрее веселей приятно с нашел бизнеса поэтому я больше люблю тоже короткие позиции на акциях как акция отпадает потому что короткие позиции торговать очень сложно плюс плюс еще огромные комиссии ну и принципе большие достаточно спроты по скальзыванию по сравнению с тем с тем инструментом потом не обрет валюта как я стал тоже мне в этом плане не нравится поэтому фьючерсы более кик инструменты более удобные в работе с маленькими комиссии и комиссиями и еще есть одна другая особенность у нас на фьючерсах тесно между собой связанные волатильности плечи с маленькой волатильность у нас в этот момент обычно большие плечи можно зарабатывать за счет финансового рычага если у нас большая волатильность то с одной стороны классно хорошее движение как 2008 году было четыре года назад мы панели достаточно сильно панель внутрогневная волатильность была очень большая средняя волатильность я считал за последние 10 дней 13 14 15 процентов но плечи подрезали было плечо мечта ровно то есть картинка все не было 55 процентов причем мечтал вот есть такая взаимосвязь которая дает возможность заработать и на маловатильном рынке за счет плечей меня люди критикуют то что вот я использую больших плеч на первых я использую их не готов я на тренировал день кого в этом не советую не рекомендую да сразу с большим плечей но понимаете здесь большие плечи они просто компенсируют маленькую волатильность а когда мы падали сильно в 2008 году у меня были маленькие плечи они молчат физически открылись тогда его нормальный получается для ненормально с большими плечами нет важнее риск на сделку вот они а то с каким плечом ты работаешь в этом случае в этом смысле тоже фьючерс достаточно удобный инструмент поэтому фьючерсами а конкретно найти еще один из принципов успеха это узкая специализация в основном очень часто учат широкой диверсификации от нее нет практически никакой пользы потому что широкая диверсификация так же как говорит тот же самый главный бальф к нему по крайней мере это приписывают фразу то что диверсификация это ваша защита от невежества куда эффективней научиться правильно выбирать инструменты далее делать ставку короче в правильном направлении делать мощный удар чем большими сразу средствами большим чем разболеть свои силы средства в данном случае деньги по всем фронтам надежды где-нибудь чего-нибудь правил а когда оказывается прорывает действительно там пошел там тебе объем маленький выступать в общем-то нечего поэтому лучше быть профессионалом учиться правильно выбирать время и место для открытия позиции диверсификация она считается защита от рисков но у спекулянта есть куда более эффективный способ это защитный стоп заявки если что-то пошло не так а у инвестора тоже есть более эффективный способ это хеджировать опять же с помощью фьючерсов хеджироваться чем углубать кучу инструментов а еще знаете многие еще диверсифицируются так если не акции акции допустим бабок то например золото в этом упросту покупает золото если золото баллы ну есть вообще облигации которые всегда дают маленькую какую-то доходность плюс валюту плюс еще что и так можно динфицироваться до того как один знакомый торгует у него все в любом случае где-то что-то падает зарабатывает в итоге всегда сидит в нуле практически еще и большое количество инструментов отслеживать сложно неудобно поэтому не надо немного инструментов я уже давно это понял лучше сосредоточиться лучше знать один-два-три но зато узнать его во всех подробностях во всех движениях изучить его хорошо всегда если вы вспомните посмотрите вот историю многих успешных людей которые достигали в старике в разных отраслях науки в искусстве и их очень редко были люди как сказать широкой специализации обычно это были узкоспециализированные специалисты они просто сессии вытратили на то что созрел точно на своем вопросе на своем инструменте поэтому они были на поле удобных фьючерсов так я ответил на себя волос а конкретно я буду с фьючерсом на индекс ртс с 2007 года по моему не сделал ни одной сделки кроме одного инструмента и там точно такие же деньги что на акции что на валюте только заработать их удобнее проще поэтому так я ответил на себя на этот вопрос давно уже не интересуюсь другими инструментами нет я мог бы торговать 3 4 5 но проблема в том что следующие инструменты с такой же ликвидностью с такими же небольшими комиссии все равно комиссии побольше ликвидность меньше но следующий у нас инструмент на нашем армии фьючерс самый ликвидный инструмент российского рынка даже один за любит на фьючерс на контракт в мире а следующий фьючерс на доллар мне уже менее интересен то что валютный фьючерс дальше там фьючерс и на акции тоже мне поэтому в этом плане менее интересны поэтому именно так я ответил себе нашел ответ на первый вопрос когда открыть позиции в каком направлении сначала на конечно понять какое направление в каком направлении куда пойдут рынок тут вы знаете вообще в основном все палец именно насчет этого когда открыть позицию но скажу заранее самый главный вопрос когда открыть когда закрыть именно выхода делают вас успешными хотя всем порядка насчет очень ходу говорят чем не часто часто молки если так круто скажи куда я зарабатываю как и все за счет входов будущее не предсказывает все может быть и не так да я ищу какое-то смещение вероятности что одно событие более вероятнее чем другое по сути очень-то везде так и в бизнесе и в инвестировании мы делаем ставку на вероятность то что более вероятно что заработаем чем потеряем но если потеряем потеряем чуть-чуть немного если заработает заработать гораздо больше найдите такие моменты это и будет вашей точке входа направлении только входа но все может пойти не так как я говорю только речь идет только лишь вероятность и поэтому куда более важный вопрос когда вы закроете позиции если все не так как как немного вы потеряете и как долго вы сможете писать сделка если упадет в нужном направлении то есть не закроетесь ли пораньше эмоции и так далее кто у нас по моему джонс по моему ему будет приписывать слова что он сказал не так часто как не так важно как часто вы правы важно как мало утеряете когда вы не права и как много вы берете когда выбора вот что самое главное именно выход даже даже можно провести такой эксперимент пример я сотни человек могу дать одну и ту же точку входа она будет вполне хорошая отличная точка на кто-то ну не скажу большинство как показывать процентов 90 деньги все он потеряет кто-то заработает кто-то остается в нуле и разница между людьми будет только выходов как быстро не признавали бы как долго могу но сейчас все-таки это основа торговой стратегии именно риск менеджмент управление рисками парень капитала именно вашей точке в принципе здесь вполне логично здесь все как в обычном бизнесе вот смотрите хотите хотите просто сбогатеть надо чтобы вам денег приходило больше чему хотела правильно вы начнете погодить вот она основа любого финансового благосостояния и основа точно так же и суть любую успешной торговой стратегии на фонду на срочном рынке хотите похудеть тут на баллов нас выходило больше чем хотите хотите разбогатеть он чтобы денег приходило больше чем уходило поэтому суть основу любой торговой стратегии то что все успешные спекулянты вам скажут то что саша герчик сейчас придет он будет через несколько часов поступать он тоже самое скажет что позаботься о своих убытках прибыли позаботиться сами это его тоже принципе единственное что мы можем контролировать нашу цена пошла против сидим но кстати знаете у меня есть результаты тестирования это стратегия очень часто работает и ты случайно просто есть у меня какой-то потом может быть как-нибудь покажу часто показывают торговой стратегии основном случайно и именно не случайными выходами она становится благодаря случайных их на массу успешный поле того знаете обыдутся в торговой стратегии обвал я всегда помню он добавлен всегда хорошо это же зарабатывать и там и там и конечно это не очень классно торговой стратегии но тем не менее не получается положительные нам ожидания именно за счет выхода хотя в той же самой точке функция прям противоположном направлении попробуйте даже повести такой тестирование самостоятельно увидите вот но конечно ходить случайно не имеет смысла лучше зачем лучше научиться правильно выбирать направление и так направление как вы знаете у нас есть огромное количество методов которые можно разделить покупая какой-то актив например акцию мы покупаем частичку какого-то предприятия частичку бизнеса скажем дернемся к сбербанку есть первый путь попытаться поанализировать чего творится с этим самим бизнесом что творится с сбербанком какая какие у нее перспективы какая наша ситуация это все у нас эти все методы относятся к фундаментально а есть другой принцип плевать вообще чем торгуем смотрим просто котировки как изменялись котировки например видим какую-то картинку что цена складывается таким образом взлетаем коррекция незначительно близко буховики взлетели сейчас вот здесь находимся чем покупать продавать я вот скажу посмотреть на гайд скальку покупать мнение могут быть разные вот этот пример технического анализа когда сам очень торгуем не переспросил да просто посмотрели графики приняли решение она может быть одно решение другое другое вот кого лучше еще придумать до либо анализирует саму акцию инструмента не чем-то либо либо то что за ним стоит актив который за ним стоит ну само предприятие придумали еще как вы знаете третью группу методов бывают и популярная чем у нас биржевая астрология того ли вас нас таки встречался это все смешно есть ими которые многие пользуются но они по мне на мой взгляд такие же смешные только никто насчет них чуть не смеется для традиционные методы анализа изучать куда пошла америка или нефть еще а выводы делать в своем инструменте или изучать вообще какие-то там мистические уровни фибоначчи которые мало имеет какое-то отношение он вообще-то традиционные методы анализа и всякие там фибоначчи на хочет потом а это все входит с технический анализ но по сути своей это изучать что-то другое так вот как я понял на основании чего все-таки выбирает направлении своей торговли и самое главное потом еще искать точку хода когда я пришел когда начинал меня как на любого новичка давил со всех сторон огромное количество информации я служил аналитиков но они же такие умные слова знает в костюмчиков для листочков по телевизору раскатывает как понять человек может говорить что его словах как понять вообще догадаться новичку что это просто шоу бизнес что о будущем он знает не больше чем я я пони них не знаю и эти люди тоже ничего не знает соответственно слушал верил а еще что новости огромное количество властей а еще и читал чат и формы а еще когда на пользу и корреляционными методами анализа смотрел там америку и с этими равными средствами и технического анализа диката как понять огромное количество информации дает новичков как понять согласитесь наверно что одно из важных умений в любом или опять же один из важных принципов любом не чем занимались это умение понять где полезной информации где полезный сигнал а где просто шум и принимать решение на основании полезного сигнала они на основании шума согласны что-то важное умение которое лежит в основе достижения успеха где-то не было вот я тоже поторговав не везло могу сказать сразу я пришел в такое время когда начался рост на рынке конец 2004-2005 год зарабатывать не зарабатывал там по моему тогда только ленивый все время в лонг со вторым плечом без топов и практически допрощал я зарплатал деньги слава богу воли пришел на фьючерс они быстро научились что почему если бы я так продолжал прогревать его достаточно быстро и так как как понять какая информация полезная агаму не стоит обращать внимание на фонду рынке мы имеем что у нас 99 процент информации если не больше пустышу полезный самосы крайне мало очкаю понять тут мне помог такой принцип знаете это как вот врачи говорят у них есть такая пословица что всего к сожалению человек не отрежет вы чем приходится лечить а вот они считают что то что можно отрезать не было то что вот не отрежешь голову не отрежет приходится лечить значит значит это важно главное в человеке вот по такому пути я пошел тоже я и стал убирать из своей торговли все не нужно ну или постепенно просто убирать если оказывал что можно торговать спокойно без этого результат никак не менялся значит он не могло бы полезным сигнал значит это был шум сначала я отказался от аналитиков перестала слушать вообще ничего изменилось я понял человека понял и вы это поймите будущее непредсказуемо никто не знает будущее нефига слушать других людей которые когда новых о будущем не больше знаний до скачать чем у вас вспоминается предсказателей которые кто-то что ли предсказал особенно любит еще настрадам приводить вы изучите настрадам поймете это тоже из сотни прогнозов 2 3 помнят благодаря этим прогнозам еще что в 15-20 написано таким языком кто-то что хочет и увидит огненные колесницы какие-то там это учет то ли реактивный самолет полетел то ли ядерная ракета то ли метеорит более 80 процентов не сбывались на прочь его прогнозы поэтому с этим надо смириться будучи непредсказуемо даже не пытаться его предсказывать и нефиг слушать людей которые говорят что ничего не спорят речь идет только о вероятности корольного события перестал слушать дальше перестал читать новости коротеку ученым человек читал прочитывал абсолютно все что мне помогало то что мне терминала снабжала счет в конце концов тоже понял что понял такую простую вещь что никакие новости реакция трейдер на есть новости реакция очень часто бывает непредсказуемые бывают новости плохие а вырастет почему оказывается все знали что будет плохо то есть речь это подклонение уже самой цене даже заложено какое-то ожидание каких-то новостей не говоришь о том что есть категория людей которые все новости узнают раньше уже успевает раньше обычно человек уже успевает их отработать когда я слушал новости очень много человек я за несколько месяцев изучил больше выручил больше чем за 5 лет учу в университете сейчас человек достаточно тупой иногда очень слабо представляю что творится в мире за то денег стал заработать гораздо больше а самое главное появился много свободного времени перестал слушать новости читается она изучать а знаете еще еще нет пытается узнавать новости что то есть во первых всегда практически любую новость можно подогнать какой-то состоявшийся рост объяснить что это вам даст движение уже прошло дает это якобы понимать о да я понимаю процессы которые творятся на рынке задум число на самом деле при этом очень понимаете потому что скорее всего речь уже идет по полка задумчиво знаете вот даже пример как у меня была практически торговлю с ребятами сидим торгуем был боковик ну этот год вообще такой на стилю кричок кричок сидим неожиданно там двумя свечками улетает вверх хорошо там где-то больше тысячи пунктов а несмотря на то что я рассказывал перед этим несколько дней да что там что случилось давайте посмотрим что за новость предположить это движение было крайне сложно оно неожиданно прошло вот сделали такой эксперимент игру давайте сейчас просто любую новость открываем первую попавшуюся вот в яндекс сейчас найдем что на верху улицы висеть попробуем объяснить это движение с точки зрения этой новости открываем яндекс там написано дело было в понедельник там написано вчера в москве была попытка повести на как бы несанкционированный дей парад 70 70 участников задержан один парень сидит конечно понятно смотрите видите любое даже вообще не связано с рынком можно найти какое-то такое объяснение поэтому тем более что это заняться поэтому отказался от новостей ничего не изменилось как заработал так потом потом свободно времени посижу но в чатах формах врача формы чем могу сказать обываю на полезной информации и был крайне мало узнаете интернет это огромная помойка там конечно у нас как сказать любой человек который ничего из себя в жизни не представляет может тебе стать блогер писать всякие гадости но на хороших вещах если кто-то человек будет писать хорошие вещи на это не послаешься лучше всего что у тебя заметен писать поэтому интернет представляет огромную помойку на мой взгляд где бывает информация но кто-нибудь нечего придет интересная мысль или кончилок не зайдет что-нибудь напишет но сбегутся сразу стола не знаю как назвать неудачников которые жизни через она сразу все это дело напишет что все это не так и вы если вы новичок посмотрели о низ какое сообщение полезно да интересно а тут же 100 человек написали что это не так что он козел что это было полезно но ему уже новичок вряд ли там что-нибудь полезно найдем положа ну как говорят у нас все страна знает как играть сутбол кроме один стихиотов которые гонят мяч у нас все знают как поле стороной такси знает любой такси сприкмакер все знают точно также все знают как торговать на этих самых началах на формах только почему-то и важнее сидеть в начатах и формах чем заниматься делом только вот герчик не умеет торговать варьеве все книжки пишут я не умею торговать и все остальные вот поэтому когда из того что это такая большая помойка отказался перестал посидеть начатых формах тоже ничего не изменилось вот так вот и постепенность убирал свои торговые перестал смотреть америка нефть коллекционными тоже ничего не изменилось как торговал так и зарабатывал из меня убрал индикатор осадят его первых я изучил все практически и понял что все то же самое я могу убедить еще раньше любого индикатора и по крайней мере также а иногда чаще раньше в цене инструмента последний отчет казалось это объем без чего не могу так делать это цена инструмент все на что я смотрю то есть 100 процентов тех анализа это кстати даже не я придумал первый пустой техническом анализе что все есть цене торговую инструменту да никакой другую информацию не нужно все научила все я когда это осознал красотина только на это вот дела пошли достаточно хорошо очень мало времени стал тратить на торговлю стал смотреть за ценой нашел некоторые какие-то вещи но которые невозможно отрицать так было так есть так будет всегда значит что было есть не всегда цена всегда на ликвидном рынке правда можно сказать на ликвиде может быть по-другому но на ликвидных рынках цена всегда изменяется волны и никак иначе согласны не ликвиде могут может нибудь волну пошла сделать а потом нету полгода сделки другая пошла в другом месте потом третье в третьем месте то есть какой-то может такой развод на ликвидных рынках цена всегда изменяется волну так было сто лет назад так и сейчас у кого есть сомнения что через сто лет так что-то изменится по сути что такое цена меняется да из-за изменения баланса спроса предложения появляется желающие покупать дороже стекает желающий продавать дешевле цена пошла потом дойдя до какого-то момента стало слишком долго и вся и желающий покупать дороже но вы или желающие зафиксировать позицию баланс меня со стороны предложения цена пошла вниз это у нас на воде только со своими билетами хотел пойти когда-то против против привода рынка нашла всегда только раз всегда у меня билеты только раз я вас лету в какой-то момент количество закрыть свою позицию избавиться от билета все равно превысило количество желающих убить будет как всегда на какой-то психологически важной цифре до 100000 рублей и вся эта пирамиды рухнула полетела вниз по сути движение цены от отражения баланса спрос и предложение какой болтает вот так туда-сюда как мая только это идет не горизонтально так радикально поэтому цена всегда менялась волнуми так выручить будет дальше последовательности в последовательности максимум минимум он всегда могут они могут представлять из себя только 9 вариантов это чисто 9 30 цена не может никак по-другому меняться как 9 вариант это тоже самая лучшая точка входа тоже конкретно делаете как скажу я всегда в направлении повышающихся волн либо снижающихся подпочтения снижающихся но тоже так было всегда так есть и будет самое лучшее точку входа в направлении пол после коррекции самом начале движения вот эти вот какие-то места есть многие действительно любят по пробору мне . не совсем понятно очень часто ну конечно когда хорошие движения боковые коррекции конечно это это здорово совпадает но очень часто мы из-за этого уже в ходу достаточно плотно понимаете смотрите я вам тоже согласитесь такой вещи чем больше цена пошла без коррекции тем больше позволяетми скоррекция согласно или же не быть но вероятность все больше и больше где самые поливирают нет коллекции самом начале рубежа покупок она пошла сама хочу это движение вероятность коррекции сама небольшая а еще обычно здесь естьтало действительно ускорение у даже у меня получилось нагреть смотрите любая волна на как бы имеет вот какой то есть этап ускорения потом и там замедление и вот вот они самые лучшие моменты и самые лучшие точки входа после пошедшей коллекции в начале новой волны вот у нас получается жирная цель войти в эти жирные цели получив волну может быть даже потом пересидев коррекцию для следующего следующий из коротких вот и у нас получается минимальный риск . это и будет то место где можно войти с коротким риском с хорошей вероятностью а ради жирной цели по сути вот она так в любом бизнесе так точно так же и строительный тоже никогда ничего не изменится никогда самая лучшая точка входа не будет входить на края волны или посреди кивала всегда будет входить хуже чем в начале волны смотрите но тут мне было сейчас достаточно сложно рассказывать дело в том что есть еще один момент после времени упоминать их буду людей на спасение расскажу не хотел бы на его вот эта волна любая волна всегда состоит из своих более маленьких так тоже есть всегда единственное исключение тиковые графики где каждая точка это сделка там она уже из более мелких волны состоит поэтому логично войдя здесь поставить как люди делают вот тут узком он получается все равно достаточно большой приемлемый а так как вот это волна идет маленькими волны входить я буду точку входа на маленьких волнах соли поймать большую волну вот как получается отличная обалденность соотношение примерных обычных дел то есть где-то вот это волна идет своими движениями колебаниями там я найду точку входа мне очень долго рисовать а время заканчивается вот очень долго рисовать это рассказывать вот хотите потом скажу определенная свечная комбинация с застопом я даже даже не поменю волну поставлю я даже ставлю на по свечке открытий на которые то есть я предпочитаю камушки и стопы правда такая торговая стратегия что получается больше сделок налевых безубыточных либо убыточных чем прибыль прибыльные сделки гораздо речь лучший случай лучший год у меня соотношение получалось 50 на 50 но обычно больше иногда значительно больше тем не менее на прибыльные сделки за короткие стопы потом отбивается серию убытков опять же знаете возьмите такую систему какую-нибудь которая положительного ожидания который показать хороший результат и просто попробуйте сами поиграете а уменьшите стоп вот протестируйте смесь более коротким стопом что получается получается соотношение прибыльных убыточных сделок упала в лично стало больше но увидеть результат удавляющий большинстве случаев уменьшиться будете зарабатывать больше увеличим стоп куда чаще право чем не право почему такой сложный как сказать сложное занятие потому что надо ошибаться ошибался часто просто быстро признавать для обычно неподготовленных это нехарактерно всем у нас во всех нас вшито такое желание всегда быть права всегда спорить наказывать в том числе начинаем свой спорить вот я когда понял что все надо быстро я не прав быстро выходить не потеряв много а когда прав до уже другая форму давай приобрететь высиживать не бывает маленькую прибыль тогда давай пошли еще и понял еще вообще на самом деле я первое мое озарение было когда я понял что спасибо быть позиции это не только в лангере шарки чтобы быть вне позиции это тоже позиции чаще всего это самая лучшая позиция потому что как говорят что у нас там 70 процентов на рынке это флэн боговик а хорошее движение я согласен поэтому поэтому я очень трудно могу сидеть без дела без дела я сижу и жду именно этого момента когда будет какое-то смещение вероятности и не просто смещение вероятности что а еще и такой точку фото где если я войду не так завершается все хорошо добавление точку на это самое определить а последний выход если все пошли не так поздравить нормальная прибыль есть какая-то нормальная цель если мы поставим это успешно плюс очень сильно зависит очень сильно зависит от технических технических рисковать технический риск для большей скоростью случае больше заработающим я считаю нормальная цель 50 процентов половина движение волонтельность можно было бы часто попадать половина 50 процентов движения александр не можем в принципе выступление освободить зал просто чтобы подготовить волшебный спасибо большое уважаемые гости предлагаю посетить выступку финансовый супермаркет который проходит со всеми зале пальцы все готовы если все готовы то я думаю что можно начинать спасибо всем доброго дня я Владимир Левченко кроме того как здесь можно меня каждый день слушать на волна от бизнес ФР но сегодня мы будем говорить не только и не столько о финансовых котировках в принципе я стараюсь последние несколько недель говорить об этом в рамках своей передачи вне биржи но сегодня поговорим о том собственно говоря каким образом будут происходить те изменения и самое главное почему они будут происходить сказать какое время для этого будет затрачено достаточно сложно может быть в некоторых местах даже и невозможно но мы с вами сейчас постараемся определить те ключевые факторы которые мы обязательно должны будем держать в своем понимании для того чтобы идти не за изменениями а как минимум с ними вновь ну а лучше всего делать это на шаг впереди ориентируясь на те моменты которые происходят во всей мировой экономике как минимум но хочу я начать с более прозричных вещей я подготовил некую презентацию сейчас покажу несколько графиков и сделаю это для того чтобы было более или менее понятно насколько действительно сейчас все серьезно в сравнении с теми событиями которые происходили ну в истории финансового рынка давайте пока ну вот здесь представлен индекс МСИО это индекс слотный индекс всех мировых акций по версии банка Морганстейна представлен он с 2007 года и мы четко видим что сейчас мы находимся в таком неком моменте истины мы пытались пробивать этот длинный падающий тренд который видим четко на графике снизу вверх затем мы его протестировали сверху как я об этом и говорил в момент пробития сейчас нужно быть достаточно внимательными чтобы понять куда мы пойдем в принципе понятно что различного рода разговоров про всякие там финансовые обрывы и прочее их достаточно много но на мой взгляд если все-таки американцы пойдут на этот финансовый обрыв то это будет самый мягкий вариант перезагрузки финансовой системы если же они на него не пойдут ну тогда мы увидим массированную атаку на американский государственный долг причем со стороны самих же американских участников финансового рынка это будет гораздо более серьезная штука ну и все прекрасно мы знаем что циклы для цены роста и падения ставок от 30 до 35 лет предыдущий пик ставок с 80 по 82 год 30 лет цикла падения ставок прошло соответственно где-то в ближайшие годы мы будем свидетелями разворота и нового цикла роста процентных ставок другое дело что никогда еще в истории мы не приходили к моменту окончания цикла падения процентных ставок вот с таким плачевым состоянием мировой экономики по идее если мы процентные ставки всегда понижаются для того чтобы стимулировать экономику сейчас стимулировать уже некому объем долгов зашкаливает и даже если мы посмотрим на Китай то у Китая оказывается самый высокий процент корпоративного долга по отношению половому внутреннему продукту вообще на планете всех стран это во-первых во-вторых еще колоссальное количество муниципальных долгов причем что и те что другие долги в крайне низкой степени качества давайте дальше вот это уже такая магия цифр здесь мы видим индекс вот две восходящих линии первая это с дна 2002-2003 годов до исторического максимума в седьмом году рост составил ровно 808 пунктов и восходящее движение от минимальных отметок которые были 9 марта 2009 года до максимума которые были в сентябре этого года составили ровно 808 пунктов более того вот если мы прочерпим такой восходящий тренд через максимальные отметки 2000-2007 годов то мы увидим что этот рост 808 пунктов он остановился четко в 8% от верхней линии этого тренда причем самое смешное в 70-х годах в 73-м году абсолютно была такая же картина и до такого же тренда не дошли те же самые ровно 8% почему мы берем 70-е годы потому что картинка просто очень похожая сейчас мы это увидим следующий график ну здесь мы смотрим опять картинку с 90-го примерно года и до наших дней мы четко видим это период времени квартал мы с вами четко видим что каждый предыдущий раз вот средние линии соответственно в 2002 году это средняя линия за 50 кварталов в 2009 году средняя линия за 100 кварталов и совершенно логично было бы предположить что мы вот нарисуем еще примерно судим на тот же самый тренд примерно получается начало 14-го года и уровень индекса тогда уйдет ниже 600 пунктов то есть это более чем в два раза индекс сожмется с нынешних уровней почему так теперь давайте посмотрим 70-й год очень похожая картинка мы видим во-первых такой же восходящий тренд те же самые 8% и точно такой же снизу поддерживающий нисходящий тренд и также мы пересекали соответственно уровень достигали в качестве целей таких же средних за это 10-100 кварталов все складывается очень-очень красиво здесь единственное немного в большей волатильности на расходящиеся связано это понятно с тем что тогда была принципиально другая инфляция но это не критично если мы например нарисуем эти графики в альфмической шкале то есть если изменения были сопоставимы они не будут так сильно расходиться то есть это одна из причин по которой то есть здесь и совершенно четкие мы видим с вами графические показатели и там и нумерология сюда закрывалась то есть я это не сам придумал я это совершенно случайно нашел и уплёжь копаться во всяких подобных вещах вот как бы говорят сами за себя следующий график да вот тоже очень интересная картина это индекс NASDAQ100 он состоит из 100 крупнейших понятно прежде всего американских высокотехнологичных компаний но и не только тоже каждая свеча это месяц внизу мы видим трендовый индикатор классический и мы видим что на этом индикаторе второй раз в истории именно в индексе NASDAQ100 на месячных графиках мы видим две подряд дивергенции это второй раз в истории этого индекса за все вот NASDAQ100 с 85-го года существует если мы нарисуем индекс NASDAQ композит там такая же двойная дивергенция но только она первый раз в истории случилась то есть вообще первая никогда такого не было вот с начала 70-х годов как только начали рассчитывать этот индекс мы сейчас попали первый раз в такую ситуацию в предыдущий раз когда были похожие дивергенции не двойные одинарные падение составляло 50% для анализа этого по NASDAQ да ну не меньше 50 так сказать на NASDAQ поэтому еще одна такая дивергена чаши весов почему в чем проблема нас проблема состоит в том что мы уперлись мы видели то есть для того чтобы нам пойти куда-то дальше нужно сделать что-то новое что будет больше чем Apple то есть вся мировая система со среда сделана таким образом что мы должны всегда расти и раз уж мы подошли к этому интересному графику я во-первых хочу сказать почему так важны высокие технологии и собственно говоря каким образом работает вся наша цивилизация и почему то время в котором мы живем сейчас оно так важно и почему старые элиты будут уходить причем абсолютно безусловно на их время вместо будут приходить новые элиты ну а собственно говоря наша с вами задача состоит в том чтобы максимально выиграть от этого процесса в идеале безусловно стать новой элитой не обязательно это сделает наше поколение может быть это будут наши дети может наши внуки но наша задача сделать этот задел и это мое мнение я его безусловно никому не навязываю но раз вы все здесь значит наверное вы в чем-то со мной согласны если мы посмотрим на то каким образом с самого начала развивалась человеческая цивилизация мы с вами видим что очень важная всегда была процедура разделения труда для того чтобы пройти куда-то дальше в уровне своего и экономического и социально-политического развития нужно было перейти на новую ступень разделения труда для абсолютно необходимым для этого условия является коммуникация потому что такое разделение труда в каком-то первобытном или околоперевобытном обществе это существует например одна деревня которая полностью живет натуральным хозяйством и полностью себя деревянным покрывает но у людей образуются некие способности к производству чего-то там лучше допустим одни лучше выращивают пшеницу другие лучше выращивают картошку и для того чтобы они в конечном итоге это понимают допустим в северном северном договориться что ребята давайте вырастите потом поменяемся и таким образом получится некий добавочный продукт чтобы это произошло они должны хотя бы понять друг друга то есть договориться говорить на одном языке и так вся история цивилизации первый прорыв вам понятно что всегда до буквально 19 века любой вся коммуникация это было транспортное сообщение первый прорыв это финикийцы которые сделали лодку и смогли доплыть до острова Средиземного моря таким образом началась торговля ну и так далее последнее такое известное событие это великие географические открытия если мы приходим в наше время мы видим что это интернет мобильная связь социальные сети ну и так далее почему рассмотреть именно на НАЗДОК потому что ни для кого из нас не секрет что все коммуникационные прорывы полностью не просто происходят они контролируются из Соединенных Штатов Америки соответственно до тех пор пока эта штука двигается до тех пор Америка номер один но вот эта картинка в НАЗДОКе говорит о том что здесь существует большая опасность почему опасность потому что дальше двигать уже тяжело то есть для того чтобы эта система которая существует с самого начала времен дальше развивалась мы должны сделать новый эпох который будет стоить не 700 миллиардов так как он стоил будет стоить триллион например иначе вся эта штука просто накрывается я не исключаю того что новый эпох через пять лет будет сделан но во первых нужно выпустить пар это первое второе шансов на то что это было сделано очень и очень мало в принципе что такое это никаких новых технологий вообще никак ничего нового это какие-то старые вещи которые сделаны более удобными для использования и по классике каким образом работает вся экономика создание новых потребностей и сделали потребности гениальным маркетингом ходом то что вот всем всем нужен этот айфон сейчас мы уже пришли к ситуации когда процесс закончился нам нужно для того чтобы идти дальше нужно как минимум сделать перезагрузку поэтому я говорю что если мы увидим фискальный обрыв штат это как раз примерно такая же перезагрузка произойдет какие-то активы станут дешевле станут более доступными людям и мы увидим просто что та же самая система которая работает и сейчас она сможет еще какое-то время по тем же рельсам ехать дальше но это не будет ничего принципиально нового и мы скорее всего этих изменений особенно не заметим но будет как и так плавно вяло дальше с другой стороны для того чтобы почему так важен процесс разделения труда мы с вами видим что в принципе да мы человеческая цивилизация умеем развиваться и создавать что-то новое только в тех ситуациях когда мы сталкиваемся с каким-то новым неизвестным для нас менталитетом именно поэтому всегда для следующего уровня разделения труда им нужна именно коммуникация люди приплывали там вот колонка приплыл в Америку увидел новых людей мысли совершенно по-другому и произошел взрыв понятно что здесь еще была звода привезенная из Америки но в любом случае был колоссальный культурный технический ну там и социальный прорыв все что угодно соответственно в такой ситуации мы оказываемся сейчас что мы нам не куда дальше идти у нас нет на планете новых менталитетов с одной стороны с другой стороны американская модель жизни экономики глобализация она достигла своего логического завершения собственно именно поэтому во все времена и мы сейчас смотрим в космос и мы думаем ну вот сейчас мы встретимся с новым менталитетом мы будем вы понимаете это не ну если наши внуки с этим столкнуться это будет хорошо и то не факт поэтому жить надо здесь и сейчас нужно понимать что действительно цивилизационного масштаба и вот эти картинки картинка в названии она как раз об этом и говорит о том что все куда дальше в разделении труда двигаться для того чтобы сделать прорыв для того чтобы сделать новый apple нам кроме всего прочего кроме того что нужно столкновение менталитетов нам нужны еще и рынки большего масштаба где они эти рынки apple компания глобальна нам дальше не буду развиваться у нас на планете уже не осталось рынков которые не были бы охвачены вот всей этой глобализации их просто не существует физически а мы по-другому да как гумасадинс как вид мы по-другому просто не умеем развиваться соответственно нам нужно учиться развиваться по-другому я не являюсь пессимистом я считаю что мы обязательно научимся но это не бывает по мнению волшебной палочки а из простых вещей то почему был такой взрыв который привел к такому росту и уровня жизни потребления всего чего угодно финансовая экономика она вместе с падающими ставками приводит к тому что в каждой точке наиболее эффективного использования ресурсов появляется максимальное количество этих самых ресурсов то есть за предыдущие десятилетия было накоплено колоссальное количество различного рода разработок иная доля из которых ну не важно даже какая доля они складывались под цукном и в момент победоносного шествия по планете денежно-финансовой экономики все что там под цукном лежало вот это все выиграли полностью и внедрили естественно получился просто чудовищный экономический взрыв и технологический и все что угодно но сама финансовая экономика она не может создать или сделать какой-то новый прорыв она может только внедрить то что было придумано предыдущими поколениями а если на за последние 20 лет нет никаких новых разработок и для того чтобы мы куда-то дальше скакнули нам нужно еще определенное количество времени невозможно сейчас сказать какое для того чтобы накопить опять все эти разработки то есть мы попали в такую в такую ситуацию прямых параллелей которые в истории нашей цивилизации просто не существует соответственно мы и выход из этого какой мы сами себя должны ставить в лучшие условия мозгового штурма постоянно иначе вот эта изменяющаяся реальность просто будет нас ставить методом примеждения единственное о чем можно здесь сказать и что можно какую параллель нужно привести и какие опыты уже проводились то есть был достаточно жесткий опыт это в нашей с вами стране то есть страна за железным занавесом смогла создать наукоюмкую экономику мы сделали колоссальное количество прорывов какой ценой мы все прекрасно знаем но это сделано в принципе по этой модели сейчас идет единая Европа это идет так как глобализация в шире уже невозможно идет глобализация вглубь то есть стираются национальные различные отличия стираются какие-то культурные отличия и так далее локально это приведет к уменьшению издержек некой унификации но это просто-напросто убьет возможность для развития теми методами которые мы видели все до текущего момента потому что как я уже сказал все развитие происходило именно за счет того что мы все разные и чем мы более разные вокруг и чем мы по-разному подходим к ситуации тем больше шансов на то что мы что-нибудь снова прорывное создадим поэтому чем мы будем становиться новыми одинаковыми это убивает модель развития по сторонам соответственно не исключено что это приведет к какому-то провалу экономическому и так далее но на базе этого это не говорит о том что это идет какая-то деградация или дегенерация даже потому как мы видели на примере Советского Союза что пытаясь как-то так унифицироваться можно найти другие точки для роста но это достаточно сложно и как это будет выглядеть сейчас сказать абсолютно невозможно единственный вариант мы во-первых должны понимать где мы находимся мы должны понимать что старыми методами действовать нельзя нужно понимать мы понимаем прекрасно что будет уходить что будет отмирать и куда нам дальше двигаться понятно что в такой ситуации будет идти некая логистическая революция все меньше товаров будут перемещаться по нашей планете это бесцельно да то есть там везут не знаю там из Бразилии руду в Китай там выплавляют сталь оттуда уже готовая сталь везется еще куда-то ну и так далее бесконечно и товары народного потребления кругами по всей планете ездят и все кричат вот потребление нефти растет почти поменяйте логистику и все делать будет не нужно то же самое там этот Москва-Сити построили можно сделать будем дальше двигаться к тому что будет больше таких реанированных мест где люди не будут кататься постоянно не знаю через весь город стоять в пробках и это вообще непонятно зачем полный идиотизм можно в одном месте жить работать учиться там ходить в кино там заниматься спортом да все что угодно в каком-нибудь небольшом районе где все передвижения будут на максимум пешком все это тоже приведет но сначала безусловно развитие по этому пути приведет к провалу волоком в внутреннем продукте всей планеты понятно да потому что столько нефти не нужно столько стали не нужно ну и так далее вот но это освободит как раз вот тот колоссальный ресурс который мы не можем использовать для дальнейшего развития но процесс этот достаточно длительный но он уже сейчас идет а точки мы знаем роста та же самая коммуникация это логистика затем если мы посмотрим на то каким образом человечество на то что то углеводородах мы отработали только два криката состояния углеводородов сначала твердое дровое и уголь затем 100 лет назад пример уголь потерял перестал быть стратегическим сырьём постепенно начало становиться нефть но уголь никуда не ушел точно так же в ближайшие годы может быть десятилетия скорее всего мы будем переходить от нефти к газу который мы так же используем нефть так же никуда не уйдет но она перестанет быть стратегической в этом плане в России тоже есть достаточно большие преимущества потому что у нас самая лучшая в мире газотранспортная система а улучшить сделать газ более дешевым можно в том числе и за счет дешевизма рубля вариантов здесь достаточно много но это то вот куда мы можем и я считаю мы просто обязаны двигаться и то куда нужно прикладывать свои точки свои усилия если смотреть там совсем как-то прозаично то можно например смотреть на ту же Испанию мы видим какой там кризис а при этом господин Артека владелец Зара он там один из самых богатых человек Европы один из самых богатых людей мира потому что он сделал правильную ставку на более дешевую одежду и сейчас вот говорят 25% испанцев одеваются в магазинах в магазине тоже вот точка приложения сил поэтому понимая какой-то дальнейший тренд можно понимать куда где где можно найти какие-то точки роста то есть в любой ситуации в любом падении всегда есть точки роста абсолютно всегда понятно что при стагнации или при падении их гораздо меньше чем чего-то другого поэтому основная задача массово не попасть под этот домоклавмич который будет идти и меняться и нужно учиться меняться самим и поэтому я вот достаточно в принципе оптимистично насчет нашей страны настроен потому что мы слава богу не детальцы и жить во времена больших перемен мы умеем другое дело что многие становятся пассивными чего делать категорически нельзя вот и тогда уже перемены придут за нами за них как должно быть а давайте посмотрим каким образом все это может происходить на примере следующей графики ну собственно вот график Эбла он пробил сломал идет желтая средняя скользящая за 50 недель последний раз ее пробивали в 2008 году сейчас пробили как раз снизу вверх отскочили дальше нужно смотреть внимательно конечно за счет падающего доллара какое-то время это еще можно протянуть но в целом совершенно очевидно что история закончена дальше тоже очень интересное соотношение это соотношение транспортного и промышленного индексов доу-джонса есть такая теория доу-другой индекс рассчитывается с 1896 года с того же времени можно найти графики и гласит она следующим образом что если мы видим сильное движение мощный мощный отрыв в динамике транспортного индекса относительно промышленного это говорит о том что промышленный индекс следом будет догонять транспортный и в принципе в основном все смотрят на промышленный индекс почему-то понятно там крупнейшие компании но их всего 30 в транспортном гораздо больше и здесь мы с вами четко видим что в 2007 году перед тем как начал рушиться весь фондовый рынок всего мира транспортный доу-джонс рухнул очень сильно относительно промышленного это все видно, нет? давайте скажем да внизу соотношение то есть вверху вместе транспортные не промышленной а вот это соотношение двух индексов соответственно вот здесь тут чья-то голова ну в общем вот здесь транспортный да вот видно спасибо большое он ушел 33% промышленного составляла ну вот вот этот момент затем он вырос при этом промышленный скорректировался и потом они дружно вместе начали сыпаться ну и вот собственно то где мы сейчас крайняя правая точка очень-очень похожая картинка я исследовал вот эту теорию иду смотрел как раз 1896 года каким образом эта штука работает работает прекрасно работает еще тоже один фактор в пользу того что не получится долго опечатание денег как-то вытаскивать рынки почему так важно да вытаскивать рынки все говорят что угодно рынки всегда растут это всегда хорошо сейчас это уже не хорошо мы видели к чему приводит рост рынков когда он привел к арабской весне сейчас он привел к войне в Сирии ну и так далее и так далее потому что люди когда с помощью финансовых рынков с помощью печатания денег пытаются удержать котировки для того чтобы там какие-то федж-фонды не попали не теряли деньги побочным эффектом является рост цен на сырье на нефть то же самое следом на продовольствие и люди в значительной части нашей планеты просто начинают голодать мы видели в 2010 году взлет цен на продовольствие на 50 процентов и это привело к тому что в тех странах а их оказалось много практически вся северная Африка ну кроме там остальных 50 процентов от доходов людей тратилось на продовольствие то есть они просто начали вылетать в минус то есть их зарабатываемых денег уже не хватало просто чтобы прокормить семью не говоря уже там про жилье про одежду и так далее поэтому и случилось арабское место кто в этом что не рассказывал вы все прекрасно помните что я об этом два года назад буквально кричал а потом когда это случилось все наши специалисты по Ближнему Востоку говорили что это невозможно было предсказать поэтому вот к чему это приводит и рост рынков он важен по той же самой причине по которой в принципе как я уже объяснил когда финансовая экономика является таким четким слепком в значительной степени экстремальным с экономикой реальности слепком со всей цивилизации именно поэтому она рынки на ней всегда должны расти потому что как только у нас заканчивается реальное расширение рынков оно закончилось как мы с вами видим то мы понимаем что дальше неизвестность если мы живем без расширения рынков без столкновения с чем-то новым то мы перестаем что-то новое создавать то же самое на финансовых рынках поэтому как только останавливать даже не надо падать даже если мы приходим в какую-то стагнацию и мы не понимаем мы не видим новых идей подсознательно всем становится страшно и все называют это кризисом и пытаются во что бы то ни стало из него вылезти но выладят почему-то не новыми идеями мы прекрасно видим если мы обратимся к истории человечества то выйти из кризиса именно выйти по-настоящему переширнуть на новый уровень можно только с помощью новой идеи а что сейчас происходит какие-то новые идеи печатание денег это новая идея не помогает давайте еще напечатать ну здорово получается в конечном итоге то есть поход очень классный но никто же не верит что будет наступить конец света хотя для абсолютного большинства жителей нашей планеты это был самый простой сценарий потому что вот именно в конец света все верят гораздо легче чем в то что вот именно его счет именно в этом банке завтра амулируют то есть вот этот несправедливый а конец света это нормально потому что он уже для всех конец света поэтому поэтому люди недвижимость глобально рухнет да ну значит всем точно будет совсем плохо я буду так же как все зачем быть как все давайте развиваться давайте что-нибудь создавать не быть вместе со всеми как все а развиваться именно поэтому все говорят ой финансовые рынки падают все плохо нет господа это не плохо дальше это просто по-другому на самом деле это индекс страх это еще один такой камешек на те же самые весы про которые я говорю здесь мы видим внизу показатель силы тренда и мы видим что сейчас он находится практически на абсолютном стрелке соответственно четко видно что каждый раз когда индекс страха в данном случае это индекс безразличия я даже вспомнил Алексей Виссарионович говорит классическая катерия бдительности над чем она заканчивалась всегда всем тоже прекрасно знаем с историей а вот сейчас именно такая ситуация соответственно долго жить в таком безразличном состоянии просто не получится в какой-то момент действительно начнется становиться страшно чем страшно просто от того что нет на выходе дальше что индекс волатильности по опциону то есть чем больше больше скачков чем сильнее скатывают рынки в разные стороны тем собственно говоря страшно ну то есть если вам вот вы сегодня утром встали у вас рынок раз упал на 3% а вот смотрите да и пикня какая еще и дальше рынок не падает например или не отскакивает волатильность низкая а если вы пришли ой страшно я тут давайте продам он еще там на 2% упал потом кто-то пришел сказал вот эта девушка вырвал рынок еще на 5% вот начинает скакать то вам страшно то что он упадет то страшно что он вырастет понимаете поэтому волатильность начинает резко отрастать а когда всем все равно вот сейчас примерно так же это индекс РТС здесь в принципе конечно возможны разные варианты но исходя вот из тех предыдущих графиков вариантов основных на мой взгляд вариантов что мы можем быть отсюда где-нибудь постоим и какое-то время еще за счет печатного станка и за счет какой-то нестабильности на Ближнем Востоке хотя как я уже много раз говорил раз израиль полезен газ только рано точно не полезет но это с одной стороны то есть цены на нефть вырвать не получится а с другой стороны даже нынешние цены на нефть они уже крайне сложно перевариваемой мировой экономикой а для России уже категорически недостаточно это мы увидим дальше и если другой момент израиль один с ираном не справится просто наносить какие-то точечные удары смешно это все израильтяне прекрасно понимают а если штаты их поддержат штаты туда сами не полезут тогда мы видели Поливии они наоборот уходят от всех военщины они могут там какими-то технологиями поддержать у израильтяну всяких технологий хватает поэтому им нужен кроме штатов хотя бы еще один союз вот хотя бы еще один вот когда появится вот таких два союзника они начнут прятать оружие а это будет серьезно до тех пор пока этого нет можно про это дело все забыть и не думать соответственно мы видим это индекс РТ за всю историю с сентября 1995 года и четко видим нижний тренд растущий на который мы как раз падали в начале 2009 года и собственно говоря вот если вот та фигура головой плечи которую мы видим начнет отрабатываться то есть от того максимума если проложить вот величину как раз от линии шеи здесь мы видим совершенно четко фигура головой плечи здесь три точки через которые проходит линия шеи соответственно по классике в принципе да если почитать ущербник то мы вот на такую величину должны падать вот отсюда но я такого никогда не видел я исследовал большое количество графиков поведение активов но вот такого в учебнике так я этого никогда не видел но этого не говорит что этого не может быть в принципе всегда работает таким образом вот эту величину да и вот в 90-м году там не видно в 97-м году то же самое примерно было мы откладываем там либо вот от этого пика либо от этого пика соответственно то есть вот какой-то точки права воприча соответственно если вот от того максимума который был на заявлениях о третьем ровне количественного смягчения отложить вот эту величину вниз то мы попадаем четко на вот этот тренд и если эта штука сработает сейчас то есть грубо говоря если тот рост который мы на этой неделе видели он в ближайшие недели захлебнется и рынок пойдет вниз то где-нибудь там в марте в апреле в мае мы окажемся вот здесь это в два раза дешевле чем сейчас и тогда нам здесь надо будет покупать на этом я об этом еще скажу но естественно может быть другой какой-то вариант в вариант который мы будем каким-то образом болтаться нисходящий еще год и провалившись потом мы свалимся гораздо серьезнее ниже 300 пунктов но это будет уже совсем другая страна как вы понимаете не могу в том но я не вижу на алексей что я не вижу я для этого приводил вам сколько американских индексов я не вижу просто не вижу. Если кто-нибудь мне назовет несколько факторов, я с удовольствием скажу, да. То, что по различным финансовым показателям российские индексы дешевле зарплатных аналогов, но они почти всегда дешевле. Ну, вот здесь не были дешевле, да и правда. Но при этом у нас существует колоссальное количество факторов, которые делают нас не такими уж и дешевыми. Поэтому, какие факторы? Постоянная подающая прибыль. То есть, то, что сейчас делает Центральный банк, вот мы вчера с Евгением Надушевым в Амнибирже обсуждали этот момент. То есть, с одной стороны, да, вроде бы Центральный банк поступает правильно, вроде бы. Но, если бы остальные ведомства делали примерно то же самое, но на шаг впереди были. Вот тогда, да, тогда все замечательно. Тогда рубль недорогой, тогда он нормальный, тогда развиваются технологии, развивается потребление, ну и так далее. Но этого же нет категорически, есть обратное. А при той структуре нашей экономики и том числе, что мы видим, рубль просто категорически переоценим. Производительность труда у нас, я не знаю, кто говорит, что она растет, я этого не вижу. Но в любом случае, правда говоря, зарплаты чем-то все дальше и дальше отрываются от производительности труда. То есть, мы так же, как греки, да, в свое время, проедаем, едим гораздо больше каждый день, чем про чем создаем. Ну, чем-то заканчивается, мы все знаем. На 98-й год, давайте вспомним. А греки сейчас вообще молодцы. Они наплодили долгу, ну, то есть, грубо говоря, люди там 10 или 20 лет ели больше, чем создавались. Сейчас вот к ним пришли, говорят, господа, надо же за это платить. Они говорят, не, а мы теперь вообще работать не будем. Ну, классно. Давай вспомним того же грека, да, Гомера, который в Илиаде, по-моему, говорил, когда Ахиллу приснился сон, и у него спрашивают, ты как хочешь жить прожить, чтобы она была яркая, но короткая, да, или длинная, но спокойная. Он выбрал яркую, короткую. А сейчас все греки говорят, нет, мы выбираем длинную яркую. Извините, господа, надо собственность перестать. Так не бывает. Поэтому, нет, ну, конечно, бывает, есть отдельные индивиды на планете, у которых бывает жизнь длинная, яркая. Но какого процента с 7 миллиардов, ну, в общем, неважно, даже, наверное, не один, даже, наверное, меньше. Давайте следующий раз. Это index VFTS в логарифме. В принципе, здесь видно, что мы на достаточно важном, тоже уровне поддержки пришли. И, с одной стороны, можно прочертить, то есть, если мы чертим вот эту линию, да, то она берет свое начало с как раз 38 пунктов в 98-м году. Ну, вот, собственно, мы сюда и ударились. Можно провести еще и вот так, да, когда мы били здесь. Поэтому, по крайней мере, до сих пор, пока мы вот сюда не вышли, говорить о каком-то росте точно бессмысленно. Вот, если выйдем сюда, тогда будем думать, смотреть, что там. Провалимся сюда, ну, в общем, вперед. Так, следующий. Так, что это у нас? Ну, и по рублю. Почему рубль, в общем, понятно, что рубль бы дорогой, но все равно будет, скорее всего, расти. Вот та неделя, которая прошла, она знаменовалась тем, что рубль вырос не столько к доллару, вырос на 2%, а то, что рубль начал расти к товарным валютам. Причем, вроде как, тоже, надо же вчера со мной не совсем согласился, но, например, если смотреть на доллара в страе, то здесь, особенно, ничего и не было. Да, если смотреть на доллар Канады, то там уже, однако, тенденция. То есть, еще, если на следующей неделе рубль еще немного укрепится, это слом тренда. И бразильский реал, самая близкая к нам валюта, там сломан тренд за 10 лет. То есть, начиная, примерно, с 2001 года, рубль плавно подпадал к бразильскому реалу. Понятно, что бразильский реал был самой переоцененной валютой, да, из всех валют крупных экономик. Но сейчас он тоже переоценен. И вчера, не вчера, получается, по-моему, в четверг вышел президент Бразилии и заявил, что валюта в Бразилии переоценена. Представляете себе Путина, который говорит, что рубль переоценен? Ну, при том, что реал уже упал на 37% с минимума прошлого года, да, рубль там только на 11%. Но вот этот график, он важен для чего? Я вам показывал уже NASDAQ, мы здесь видим какую-то двойную ревергенцию. То есть, первая, вторая, да, соответственно, каждый новый пик, новый минимум. Соответственно, мы можем увидеть примерно вот такой провал. Но здесь тоже движение порядка на 30-ти с лишним процентов было. Это 2008 год. То есть, когда австралийский доллар первый посыпался, АЦБ плавно держал рубль. Во-первых, и нет, была дорогая, но, в общем, держал, не суть. И здесь вот до тех пор, пока, грубо говоря, мы вот эту линию не пробьем, рубль не вывалится вот сюда, говорить о том, что рубль будет слабым раном. То есть, сначала рубль вырастет к своим собратьям. Вот до тех пор, пока этого не случилось, можно за рублевые активы не волноваться. Важно, это для тех, кто там торгуется непосредственно. Действительно, очень четко в последние годы работает эта штука. Когда рубль вырастает за 200-дневную среднюю, в тот момент действительно российский наш рынок достигает не по локальному максимуму. То есть, сейчас мы чуть-чуть выше находимся. Поэтому здесь можно смотреть, соответственно, вот отскок на рынке пропадет. Если рубль вот как раз укрепится, да, за 200-дневку, и надо по дополнительным индикаторам еще там РТСМВБ смотреть, то это точка разворота. Ну вот, вы можете сами наложить график и посмотреть. Работает очень-очень хорошо. Ну а для тех, кто не торгует, тоже очень хороший индикатор. Курсов троиского доллара в интернете везде есть. Ну или у меня на сайте, я всегда пишу, потому что и... Следующий. Нефть. С 2008 года. Здесь тоже достаточно четкая картинка, почему я не верю, да, что мы можем где-то здесь оказаться. Ну, во-первых, если мы отсюда пробиваемся куда-то сюда, тогда улетим за 150. В обычной экономике это невозможно. На падении доллара я в это тоже не верю. Понятно, что доллар отсюда, там, в ближайшее время еще упадет, там, 1,35 киев. За евро мы наверняка увидим. Ну, не обязательно, но с большой долей вероятности. Ну, здесь совершенно четко. Мы здесь видим, то есть, классические, там, три волны роста, причем более того, вот после вот такой консолидации, действительно, мы должны были вылетать куда-то на 150. Этого не произошло. То есть, этот рост оказался ложным в работе. Ну, и, соответственно, мы, оказывается, живем в каком-то таком коридоре. Так как мы отсюда пытались вырваться наверх, соответственно, в какой-то момент мы вот отсюда будем вываливаться вниз. Как только это сделаем, по идее, российские активы будут интересны для покупки. Ну, и вот в этом коридоре мы должны будем жить. Дальше. Ну, это вообще самая классная картина. Стоимость нефти в рублях. Ну, вот надо смотреть сюда, и все понятно. Потому как приводить вот к таким вещам, да, я думаю, наши власти уже не будут. Это совсем плохо, все прекрасно понимают, к чему это. Но здесь мы видим, что мы уже почти два года живем при одной и той же цене нефти в рублях. И что получается? Рубль становится все дороже, процентные ставки все выше, уровень корпоративной прибыли в стране все ниже. То есть, если мы не будем, то есть, при той структуре экономики, которая у нас есть, нам нужна просто вечно растущая цена на нефть. Не в долларах, не в какой-то, в наших родных рублях. Как это будет обеспечиваться? Все равно. Либо будет раститься на нефть на внешнем рынке, да, что для нас на самом деле хуже, либо будет ослабевать рубль. Либо надо просто структурно менять экономику, и тогда эта штука не будет работать. Как можно структурно менять экономику? Нужно отвязывать денежную базу в России, да, от американских долларов, то есть, от цены на нефть. Потому что все говорят, вот, там доллар ничем не обеспечен. Доллар обеспечен тем, что это их цивилизация, их финансовая система. И вот цена на нефть, она обеспечена долларом, а рубль обеспечена вообще на странах, ценой на нефть. Если будет меньше долларов, соответственно, где будет цена на нефть? Кому она будет нужна? Кто ее будет покупать? Ну вот, все очень просто. Причем сейчас сегодня нефть покупают нереально. Покупают юнчерсы, и через них уже оказывают давление, в том числе и рабство весна таким образом произошла. Поэтому здесь мы смотрим, как только мы куда-то, если здесь уже просто дошли до ситуации, даже если эта цена будет стоять на одном месте, то у больного будет все хуже и хуже. Дальше. Ну, здесь американская марка нефти, как мы видим, здесь вообще другая картина. Да, вот совершенно другая. И мы примерно в 10% находимся от вот этого важного тренда. То есть, если этот тренд будет сломан, это будет очень интересная ситуация. Особенно в свете того, что в последнее время все больше и больше начинают говорить о том, что Америка приходит в собственную энергетическую безопасность, как-то совершенно нелогично, да, кажется, то, что американская марка на нефть дешевле, чем североморская. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, мы тоже прекрасно понимаем, что американцы такие идиоты, они не будут экспортировать сырую нефть. Потому что бизнес американцев в значительной степени это нефтеперерабатывающие заводы. Они будут, если они что-то будут экспортировать, они будут экспортировать нефтепродукты, то будут их экспортировать больше, а сырой нефти будут потреблять, именно импортировать все меньше и меньше. Тоже вот внимательно нужно смотреть за этими картинками. Дальше. Все? Отлично. Я думаю, пришло время для вопросов, потому как сильно углубляться какие-то еще темы, отдельные смыслы, наверное, не имеет. Поэтому, если у кого-то есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Вот такой вопрос у меня, Владик. На тебя выступал Дмитрий Сухов. Он очень долго тряс гамбургером и говорил, что экономика сильна и надо вкладываться в рубль. А теперь выступаешь ты в том же зале, без гамбургера, и говоришь, что экономика слаба и так далее. Я вегетарианство. Поэтому я не могу трясти гамбургером просто по этой причине. Насчет плюсов к вегетарианству могу добавить, что для того, чтобы, ну, грубо говоря, там, для того, чтобы создать столько же калорий, сколько мяса, из уже той растительной продукции, то есть, ну, здесь коэффициент полезного действия просто очень низкий. И, ну, это отдельная тема. Ну, и дальше, ну, нет у меня калорий гамбургера. Я свои аргументы привел. Ну, кто считает, что экономика сильна. Хорошо. Есть другой аргумент. Я могу еще насчет рубля два слова добавить, что сейчас крепость рубля обеспечивается большим спросом у него, естественно. Есть спрос на валюту, а нет спроса на валюту. Спрос обеспечивается тем, что господа в Кремле им очень страшно, они боятся социальных волнений. Соответственно, они все больше подачи к менееореспеченным слоям дают. Действительно, у менееореспеченных слоев растет заработная плата, и они бегут срочно потреблять, причем потреблять не только на ту часть зарплаты, которая выросла, но и в кредит. Если мы посмотрим, то только за прошедшее время текущего года объем выданных ипотечных кредитов на балансах у нашей банковской системы, он более чем удвоился. Более чем удвоился. То есть это колоссальная цифра. Объем выданных потребительских необеспеченных кредитов рост на 50%. И здесь, если мы просто посмотрим по ипотеке, у нас миллион семей в ипотеке. Миллион в стране. Где рынок, на мой взгляд, близок к насыщению. Соответственно, как только этот процесс роста аккредитования начинает тормозиться, у нас темпы роста экономики уйдут в норме в лучшем случае. Да, это если не будет каких-то внешних шоков, а внешние шоки будут, мы это видим. Они могут быть не шоками, они могут быть плавными для замедления. И, соответственно, тогда спрос на рубль и идет, будут все дальнейшие картинки. Мне говорят, что время у нас закончилось. Вот я на него не смотрел, но как раз ровно время уложился. Спасибо всем огромное. Будут вопросы. Пишите. Спасибо большое. Уважаемые гости, я просим вас... Спасибо. 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 Спасибо.